Знакомая злой и зло наименьшее. Я приеду Даша и у нас случилось чудо. Рассказываю. Встаю я утром, собираюсь на работу. Выхожу в коридор. Смотрю, а у нас в коридоре стоит стенка. И там две дверцы распахнуты. Вот так вот. Один из ящиков абсолютно вытащен из своей ячейки, скажем так. И очень аккуратненько поставлю между этими двумя дверцами. Ну, знаете, как обычно такие продолговатые ящики вставляются. Вот прям вот так в тюльку-втюльку, прям аккуратно было поставлено. Вот эта часть стенки. Вот эти две дверцы справа были распахнуты. А вот слева дверца и сверху два ящика. Второй сверху ящик был выдвинут и вставлен четко между двумя вот этими дверцами. Я так думаю, что я вроде не лунатью. Как бы что случилось? Может это домовой, может это моя кошка. Ну, а чёрт, только она не маг. И думаю, ну ладно. У меня как бы так вот спалюсь. Бывало, мама там, если сильно встанет за день, она ночью может полонатить. Но за всю жизнь это было буквально два-три раза. И обычно это было как-то в тему. То есть, например, она пьёт кофе, когда просыпается. То есть, она может проснуться, пойти, значит, включить кофеварку, притом даже не заботившись, если там нужны ингредиенты для варки кофе, пойти обратно, полягнуться спать и потом не помнить. Это вот, ну, что-то вот в этом духе, что-то привычное. А тут зачем мне вытаскивать ящик? Ну ладно, ставим догадки пока. Думаю, ну, прикольно, поди, мама полонатила. Вот, хотя вот на неё не похожи такие типы лонатизма. Там всё. А у меня поутру после гигиенических процедур обязательно зарядка. Это суставная гимнастика и растяжка. Потому что вечером мне лень. Вот. И ладно, я, значит, пошла. Часть растяжки, конечно же, делается на полу. Вообще, я опускаюсь на пол. На глазах у изумлённой кошки. Делаю упражнение, потому что она всегда с таким удивлением на меня смотрит при этом. В какой-то момент я поворачиваю голову в коридор. И вижу вот там, где вытащен ящик, у самой стены, стенки, прошу прощения с тавтологией, я вижу белый конверт. Ну, я думаю, все уже догадались, что там было. Закончив растяжку, упражнения свои, я, значит, встала, подошла, достала конверт. Открываю, а там две пятисотки. Ну, не бог весть, какие деньги. Маленькая предыстория. Всё это происходило 6-го числа на Великое Благовещение, или как там это называется, я уже забыла. И до этого мама всё и переживала, что ей деньги никак на карточку не поступают. То есть обычно 31-го числа или 1-го числа, тут уже 6 дней задержка, и она вот прям вся исприживалась. И как раз, кстати, вот за день до вот этого вот необычного явления деньги наконец-то перечислили. И то есть, понимаете, получается, что мама ныла, ныла и наныла себе, потому что вот, ну, откуда там взяться этому конверту? И почему ящик оказался выдвинутым? Вообще, на самом деле, это какое-то чудо, что вот даже не сам факт обнаружения денег, а вот именно, что они нашлись именно тогда, когда были нужны. Ну, с некоторым опозданием, но тем не менее, вот как будто, я не знаю, высшие силы услышали стинание и сказали, да на тебе уже только отстаньте. Оценить ряд совпадений, вот как говорят, все случайности не случайны. То есть, вот надо же было маме слунатить вот так вот, надо же мне было сделать растяжку. Потому что если бы я не опустилась на пол, я бы не увидела этого конверта. В низком находится, если бы я не посетилась на пол, я бы не увидела этот конверт, даже если бы вставлял бы ящик на место на свое обратное, я бы его не увидела. То есть, тут целых три совпадения. То есть, то, что мама слунатила, то, что одно время этот конверт вывылся, я теперь свою проявил. Третий момент, что я вообще, в принципе, делаю растяжку. Я могла ее делать в какой-то другой комнате или не делать ее на полу, потому что я могла мне линия опускаться на пол. Короче, еще совпадение, что это совпало с Днем Благовещения, когда, по идее, случаются чудеса. Я еще только пошутила, что мама мне такая, говорит, вот, там, на Благовещение, или как этот праздник называется, у меня это склерозное название. Я такая пошутила, что я могу быть в почтении порочной зачатии. И все это совпало с тем, что мама просила денег. Ну, не просила, ныла, ну, однохерственно. Вот такое чудо у нас произошло. Мы немножко поражены, удивлены, в приятном смысле слова. Вот, и я желаю, чтобы и у вас были свои чудеса. И, пожалуйста, оцените, какой фон лучше, вот этот, или тот, который был до этого на диване такой темно-синий фон. Да. Ну, и не забывайте заходить на мой канал с анимеклипами. Добрых вам чудес в жизни, да побольше. Не забывайте и сами чудите. Пока.